Я знаю, что Бог Он даст мне веру Он даст мне дерзновение Откуда оно возьмется, не знаю Знаете, нам иногда кажется Что невозможно что-либо изменить Ведь правда же? Нам кажется, что у нас Пришли такие обстоятельства, что невозможно Изменить А кажется, потому что наши человеческие Сценарии закончились. Как можно изменить? Что может такое произойти? Но у Бога свои сценарии, сверхъестественные Правда? И Господь может Сверхъестественным образом все изменить И все наши боли, печали, огорчения Поражения Обратить во славу По-настоящему во славу Обратить просто во благо каждому из нас И так и будет Там, где особенно тяжело Там, где особенно больно Послушайте, там мы увидим Славу Божью Там мы обязательно увидим Славу Божью Многие обстоятельства Которые нам приходится проходить Многие боли, которые нам приходится Переживать Знаете, они ведь делают нас теми, кто мы есть сегодня Они делают нас более сострадательными Они делают нас людьми, которые способны принимать и понять кого-то Которые способны не осудить Но которые способны полюбить Спасибо Богу за все Я благодарна Богу за весь путь И знаете, очень часто мы не готовы Благодарить Бога, когда мы проходим обстоятельства Ведь правда же, когда тяжело Когда стесненные обстоятельства Когда так, так сложно Когда так болит наше сердце Мы часто не готовы Благодарить Бога именно за это Именно за этот период времени Но знаете, я верю и я знаю Что проходит время И Бог исцеляет наше сердце И там, оглянувшись уже На все те периоды и обстоятельства Мы говорим Слава Богу Мы благодарны Тебе За то, что мы прошли вместе с Тобой все это Потому что мы никогда больше не будем прежними Потому что ты все обратил во благо Поэтому я не знаю Может быть вы проходите какие-то Сложные ситуации в вашей жизни Может что-то происходит у вас Но послушайте Пройдет немного времени Вы просто продолжаете идти, доверяя Ему Пройдет совсем немного времени И мы, оглянувшись назад Мы скажем Слава Богу И мы воздадим еще Богу славу Потому что Он принесет победу в жизнь каждого из нас Обязательно принесет победу Знаете, 17 лет мы ждали детей У нас не было детей Я вчера говорила уже Но я думаю Я смотрю на моих детей Сейчас на наших детей Вот Я смотрю на наших детей сейчас И я понимаю Что слава Богу За эти 17 лет Потому что такого благословения Стоило ждать На самом деле Поэтому верьте Бог принесет победу в вашу жизнь В жизнь каждого из нас Аминь Потому что Бог всемогущий Потому что Бог любящий Знаете, наша надежда Не только Мало ли Сильных людей Правда Но Но нас вдохновляет то Что наш всемогущий Бог Он наш Бог Правда Он наш Бог И Он нас любит Невероятно любит А значит Никогда не оставит Аминь Пусть наше сердце ликует сегодня И пусть воздает Ему Всю славу и честь и хвалу Аминь Аллилуйя Слава тебе Спасибо большое Присаживайтесь Пожалуйста Присаживайтесь Доброе утро Замечательное утро Замечательное Вообще Прославление И замечательная Молитва И время с Богом Я не знаю Это наверное Мое любимое время Когда Мы становимся на молитву Когда мы поклоняемся Знаете Иногда Люди недооценивают Часть вот этого вот Времени Им кажется Что Собрание Знаете Оно делится На какие-то отдельные части Делится на молитву Да Потом прославление Поклонение И вот к слову Можно прибежать Да Там Ну или еще что-то Вот какие-то такие вот части Но Представьте себе Что пока мы вот думаем Себе И думаем На какую бы нам Часть собрания прийти Сам всемогущий Бог Пришел уже И ожидает нас здесь Для того Чтобы нас благословить Для того Чтобы нас исцелить Для того Чтобы просто Прийти со своим ответом Потому что Знаете Ведь не человек Приносит ответ Ведь правда же Не какие-то такие Мы особые слова знаем И какие-то мы можем Какие-то Мы обычные люди Самые простые люди Со своими слабостями Ошибками Поражениями Тогда когда мы Бываем правы И неправы То есть мы самые Обычные люди Но Ответы И исцеление Приносит Господь Он приносит В моменты поклонения Он Тогда когда мы Просто открываем Своё сердце Тогда когда Брат твой Или сестра Приходит рядом И просто благословляет тебя И говорит тебе Я не знаю Мне достаточно Иногда простых слов Когда кто-то Рядом со мной Просто скажет Послушай Все будет хорошо Я понимаю А вот действительно же Все будет хорошо Слушайте Увидите кого-то Рядом с собой И скажите ему сейчас Какие-то теплые слова Ободрите его Просто скажите Что все будет хорошо Что Бог любит Послушайте Бог заботится о нас И это вообще невероятно Невероятно Просто ожидайте от Господа Вот каждое мгновение Ожидайте И знаете Я не перестаю Вообще Знаете Радоваться от того Что всемогущий Бог Приходит в наши тайные комнаты Людям иногда кажется Вот я поехал На какую-то конференцию Или на какое-то Богослужение особенное И я так сильно Пережил там Бога А представьте себе Нам достаточно Зайти в нашу комнату Не обязательно Чтобы это была Даже физическая комната В нашем сердце Открыться перед ними Тот же всемогущий Бог Со своей силой Со своей любовью Приходит к нам Лицом к лицу Мы встречаемся с Ним Знаете Я думаю Что самые главные Самые важные вещи Происходят именно В тайных комнатах Знаете это Тогда когда мы Встречаемся с Ним Лицом к лицу И тогда когда мы Такие какие мы есть Невероятно ценно Когда мы можем Открыть свое сердце Вот просто на распашку Расплакаться И сказать Господь Я бессилен Я просто бессилен В этих ситуациях Я бессилен Чтобы прощать Прощение Это вообще отдельный разговор Иногда нам кажется Что мы простили Мы принимаем Мы можем Десять раз принимать решение Простить И нам кажется Все мы простили Мы помолились А потом смотрим Нет На самом деле не так Но потом что-то происходит С нашим сердцем Могущество сердца Замечательная вообще Тема конференции Я думаю Что нам нужно Просто осознать Что внутри нас Вот внутри нас Происходят самые важные вещи Я сегодня Когда стояла на поклонении И потрясающее было Время с Богом Я почувствовала Бог показал мне Какого-то человека Какую-то женщину Которая есть в этом зале Или смотрит Может быть онлайн Я не знаю Которая потеряла смысл Вот знаете Вот у меня было такое слово Что потеряла смысл Не знаю что дальше Если это вы Просто знаете Что Бог Он в силах И он вот Прямо сегодня Он даст обязательно Вам новый смысл Он даст вам Ради чего продолжать идти Мы очень часто Женщины Умеем быть сильными Мы конечно Слабые Безусловно И в этом наша сила Где-то Правда В том что мы слабые И слабые Вообще Я так благодарна Богу Что Господь Он увидел нас И он создал нас Для того чтобы быть Слабыми рядом с мужчинами Но мы можем быть Очень сильными Ради кого-то Ради себя нет То есть ради себя нет Нам нету смысла Быть сильными Но ради кого-то Мы можем быть Такими сильными Ради своих близких И родных Ради своих детей Ради своих внуков Может быть Ради своих друзей Мы можем быть Можем быть Чрезвычайно сильными И тогда Когда мы начинаем Служить кому-то Господь дает нам Эту силу Вы замечали? Вот почему-то Когда мне особенно плохо И мне хочется Так вот Укрыться Вот просто Чтобы Чтобы никто Меня не трогал И чтобы вот Просто побыть И Бог чтобы Ну с Богом Чтобы Он наполнил Меня этой силой Пожалел меня Утер мне слезы Сопли Или что у нас там Еще бывает Когда мы плачем Мне так хочется И тут кто-то Обязательно мне напишет Или позвонит И скажет Мне так плохо Я думаю Боже мой Что же мне делать В это время Я говорю Хорошо Давай для начала Помолимся И когда ты Начинаешь отдавать Когда ты Начинаешь молиться Ты как-то Незаметно чувствуешь Как Господь Исцеляет твое сердце Вы замечали это? Это какой-то Невероятный Закон Божий Правда? Какой-то Невероятный Божий принцип Когда отдавая Мы обретаем Сами Во много раз больше Отдавая Обретаем Знаете Мы не призваны Для того Чтобы быть Какой-то Такой вот Ну каким-то Болотом Куда только Вода Поступает 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 И не истекает Мы не призваны Мы не будем Счастливы в этом Но мы становимся По-настоящему Счастливы Когда мы нужны Когда мы отдаем Сегодня Во время поклонения Как вас зовут? Корней? Гордей Да Гордей Правильно я сказала? Простите Я не расслышала здесь Вот Гордей Он как раз молился И говорил о доверии Он говорил Спасибо большое за доверие Я думаю Ну какой Бог невероятный Я сегодня как раз Хочу говорить о доверии Знаете Вот Бог просто невероятный Вчера было поклонение И тоже мы вот В одном духе просто И сегодня было поклонение Я сегодня хочу Говорить о доверии Потому что доверие Это одно из Больших даров И подарков Которые дал нам Господь И которые мы можем В наших отношениях Дать друг другу Ведь правда же? У нас есть Семейные пары Мы очень С мужем Посвятили Себя Работе с семейными парами Мы помогаем Семейным парам Как ни странно Как ни удивительно Даже неверующим Потому что мы Когда первый опыт у нас был Мы даже очень переживали И волновались Думали Что мы можем дать Неверующим людям Когда они попросились Просто проконсультировать И поговорить И открыться И мы думаем Ну что мы можем дать Да? Если для верующих Библия это авторитет То для неверующих Библия это не всегда Далеко авторитет Ведь правда же? Но вы знаете Бог невероятный Когда Дух Божий Он приходит Он просто делает Невероятные вещи Он исцеляет сердца Он показывает путь И так далее И у нас есть Семейные пары С которыми мы работаем Которым мы помогаем Которым мы консультируем И у нас есть еще Люди Которые еще не вступили В брак Но собираются Создать семью Потому что Как мы говорим Что счастливая семья Начинает строиться Еще до того Когда у тебя есть пара То есть у тебя нету пара еще Ты не замужем Но ты уже начинаешь Строить свою счастливую семью В будущем Почему? Потому что Это длинный путь И если ты думаешь Что счастливая семья Строится тогда Когда ты сказал У алтаря Аминь Произнес обещание То на самом деле Тебе придется Очень быстро бежать И очень много строить Для того чтобы успеть И вы знаете У нас был такой эксперимент Мы устараивали опрос Сначала неженатых Людей Девушек И парней И задавали ему ряд вопросов Вернее Задавали им Самый главный вопрос Чего вы ожидаете В будущем От своей второй половинки То есть Что ты ожидаешь От своего мужа Будущего Что бы тебе хотелось И в чем ты нуждаешься И те пары Которые уже замужем Которые уже женаты Мы тоже им задавали Такой же вопрос И хочу вам сказать Ожидания Они вообще на самом деле Изменяются Тогда когда мы Только Только планируем Вступить в брак Когда мы Планируем создать семью Когда мы Только у нас есть планы У нас одно представление Но когда мы уже начали Вместе жить Когда начали строить семью В общем-то Наши приоритеты Немножечко смещаются Конечно же Все хотят любви Но хочу вам сказать Семейные пары Которые уже состоялись Они очень многие Говорят о доверии О том Что мы Очень нуждаемся В том Чтобы доверять И доверие Это один из самых Таких Вот знаете Наверное Важных Важных Даров В которых мы нуждаемся В том Чтобы мы доверяли И в том Чтобы нам доверяли В том Чтобы Мы могли Открыться перед человеком И совершенно не бояться И в том Чтобы перед нами Открывались И были абсолютно Открыты И искренние И так далее Но знаете Настоящее доверие Ведь начинается Тогда Когда Появились поводы Не доверять Легко доверять Тогда Когда все хорошо Правда Тогда Когда собственно говоря Не было никаких ошибок Тогда Когда Никто тебя не подводил Но Нужно понимать Что люди Они все равно Остаются людьми И настоящее доверие Формируется Которое основано на любви Оно формируется Именно тогда Когда Может быть Тебя обманули Может быть Тебя подвели Может быть Тебя предали И вот Это доверие Оно имеет Особую ценность Потому что Оно пережито Потому что Ты Тот доверяющий Знаете Он что-то особенное Пережил Он где-то переступил Где-то любовь победила Знаете Когда ты В своей жизни Переживал Предательство Ты наверняка Знаешь Как тяжело Начать доверять Снова И это конечно же Процесс Процесс который Производит Бог Когда он исцеляет Наше сердце Но ведь на самом деле Иисус он Продолжал доверять И он доверяет нам Неимоверно И знаете Где-то в Божьем доверии Вот этот вот смысл Чтобы продолжать идти Чтобы продолжать делать То что мы делаем В этом Божьем доверии Которое на самом деле Не имеет никаких оснований На самом деле Не имеет никаких оснований Меня всегда поражало То что Когда Иисуса Оставили Его ученики Когда Петр Он предал его Когда он уверял Иисуса И говорил Просто хватал его за руку И говорил Что с искренним сердцем Вы же понимаете Что Петр верил Когда он говорил Правда? Он такой эмоциональный был У меня тоже есть эмоциональный Живет дома Мой муж Замечательный Вот 27 лет мы счастливы С эмоциональнейшим человеком Вот мне немножко Напоминает Петра Но не в своих обещаниях А в его эмоциях В том как Вот он Знаете Сразу же Эти эмоции выражает Но Помните Когда Петр Он обращался к Иисусу И он говорил Что Он говорил Что я никогда тебя не оставлю Помните? Он говорил Даже если все оставят Я не оставлю И вот этот трагический момент Когда трижды Он отрекается от Христа Помните? Этот трагический момент И когда В Евангелии мы можем читать Вот этот вот момент Когда Петр встречается Глазами с Христом Помните? Когда он встречается Глазами с Христом После этого он там Плачет Уходит И так далее Удивительно то И то что дает нам Особую надежду Мне дает Особую надежду Каждый день Это то что Когда Иисус в следующий раз Уже после своего воскрешения Встречается со своими учениками Он ни одним словом Не упоминает Обо всем том Что происходило Ведь правда же? Но мало того Он продолжает говорить О той миссии Которую он доверил И о том же доверии То есть он продолжает Им доверять Несмотря ни на что Хочу вам сказать Что Вообще В служении Петра Вот этот вот момент Предательства Я думаю Сыграл очень немалую роль Очень немалую роль И возможно Ему следовало Пережить этот момент Предательства Для того чтобы стать тем Из того кто только обещал Стать тем кто Стал готовым Отдать свою жизнь За Христа Что он и сделал Этот момент Предательства Когда он осознал И понял И оценил Он очень сильно Его изменил Когда он встретился Тогда с Христом Что-то произошло Внутри его Что-то произошло Невероятное И как знать Когда нас предают И когда мы все-таки Превозмогая себя Когда мы все-таки Любовь побеждает Когда мы все-таки Умираем Где-то для себя Потому что иногда Нам нужно умереть Чтобы продолжать доверять Возможно Это доверие и любовь Приобретает этого человека Навсегда И что-то внутри его меняется Вы слышите меня? Наше прощение Наша любовь Наша милость Незаслуженная Вот что способно Изменить человека Который находится Рядом с нами Я сегодня хочу Говорить И продолжать Говорить о доверии О том невероятном доверии Которое иногда Мы не осознаем И не ценим Стоя сегодня На поклонении И слыша эти слова О том Что за что Ты так нам доверяешь Чтобы прославлять тебя Я вдруг осознала И поняла Что очень часто Не ценю это доверие Не ценю это доверие Встречаться с ним Лицом к лицу Представьте себе Поклоняться ему И прославлять Это невероятное Чрезвычайное доверие Я сегодня хочу Начать С одного места Из Писания Я буду читать Сегодня синаидальный перевод Я думаю Что это просто Будет удобнее Вот В синаидальном переводе Давайте начнем С Матфея 25 Глава 14 стих Матфея 25 С 14 стих Ибо он поступит Как человек Который Отправляясь Чужую страну Призвал Рабов Своих И поручил Им имение Свое И одному Дал он Пять талантов Другому Два Иному Один Каждому По его силе И тотчас Отправился Получивший Пять талантов Пошел Употребил их В дело И приобрел Другие Пять талантов Точно Так же И получивший Два Таланта Приобрел Другие Два Получивший Один Талант Пошел И закопал В землю И скрыл Серебро Господина Своего По долгому Времени Приходит Господин Рабов Тех И требует У них Отчета И подойдя Получивший Пять талантов Принес Другие Пять талантов И говорит Господин Пять талантов Ты дал мне Вот его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Пошел также и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и, получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющего десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеется. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да, слышит. Наверняка вы читали много раз эту притчу. И эта притча на самом деле потрясающая, потому что она говорит о доверии Божьем. О доверии господина рабам. Представьте себе, рабы, которые не имели вообще никакого права голоса вообще в Палестине, да, они не имели никаких, ну, никаких там прав, то есть они всецело принадлежали господам, своим господам. И тут господин, он уезжает и отдает свое имение, то, что принадлежало ему, свое богатство. Все, что было у него, он раздает этим рабам. Какое основание было доверять? Какое основание было у господина доверять рабам то, что было у него? Но тем не менее этот господин доверяет в этом суть, в этом сердце нашего господа. В том, что он доверяет нам так много. Даже тогда, когда мы не замечаем. Мы можем иметь каждый какие-то таланты, какие-то ресурсы. Мы что-то просто можем уметь или можем просто кого-то выслушать. Нам, знаете, иногда кажется, что есть вещи значимые, потому что, например, у Дианы потрясающий голос, который завоевал вчера мое сердце на самом деле. Знаете, и вам может казаться, что вот у Дианы, у нее, конечно же, какой невероятный талант. Но Библия учит нас, что неважно, какой талант дается Богом, главное, как мы можем этим распоряжаться. Вы слышите меня? У каждого из нас есть какие-то таланты. Я очень долгое время говорила и повторяла о том, что у меня нет никаких особых талантов, но на самом деле, знаете, я где-то просто была слепа и не понимала, потому что Господь наделил меня по-настоящему многим. Просто время от времени мы начинаем раскрывать это в себе, начиная служить тем и отдавать то, что мы имеем, по крайней мере, на сегодня. То малое, пускай малое, хотя бы один, но отдавая, потому что отдавая мы приумножаем, отдавая мы по-настоящему становимся счастливы. Тогда, когда мы заботимся о своих внуках, тогда, когда мы заботимся не только о своих, а еще о чьих-то внуках. Представьте себе. Если мы умеем заботиться о своих, мы сто процентов умеем заботиться о других. Тогда, когда у нас есть хотя бы одна кровать, я вчера слышала, что есть в этом необходимость в расселении. У нас есть хотя бы одна кровать, мы можем послужить этой кровати и нормально поспать где-то рядышком на диване или на раскладушке. Ведь правда же? И это то малое, пускай в наших глазах, но в Божьих глазах невероятно большое, то, что мы можем отдать лично Ему. Библия и эта притча, она учит нас о том, что каждому из нас даются таланты. Таланты в том количестве, в котором мы можем распорядиться достойно, верно и правильно во славу Его. Бог, давая нам таланты, Бог, давая нам то, что мы имеем сегодня, Он ожидает от нас приумножения. Что мы не просто заберем их себе, что мы не просто будем где-то, где-то как-то их использовать, но что мы будем этими талантами приносить плод в Царство Божие. Помните, я говорила о смысле? О том, что иногда наступает такой период нашей жизни, тогда, когда мы вдруг теряем старый смысл, ради чего мы шли, и нам нужно приобрести новый. И послушайте, наше дарование, которое мы имеем, наши ресурсы, наши возможности, наше знакомство, наше может быть немногое то, что у нас есть, мы можем отдав Царство Божие, просто приумножить. У нас был период времени с Владом, когда мы пришли к Богу, у нас вообще ничего не было. Ну вот мы пришли, у нас кроме нашей семьи, мы любили друг друга, и это было единственное, самое большое богатство, которое у нас было. У нас была одна машина, которую мы купили, она была тогда восьмилетняя, шестерка, Жигули, я помню ее. И она такая, знаете, когда мы покаялись, пришли к Богу, она такая уже проржавевшая была, и у нее были такие, в общем, она настолько уже проржавела, что у нее ее так перекосило. Но мы ее называли ласточкой, но мы просто любили. И когда, знаете, мы покупали эту машину, мы думали о том, что у нас, в принципе, наверное, машины больше никогда в жизни не будет. Мы ее уже купили. Ну, вы понимаете, да, все, купили, значит, все, уже на всю жизнь мы просто ее купили. Ну, а откуда ей взяться? Вы понимаете? У нас было совсем малое. Но когда мы пришли к Богу, мы покаялись, наше сердце так загорелось, и мы хотели что-то, хотя бы что-то делать для Бога. И я помню, тогда мы были на втором этаже в церкви стояли, и вышли ребята, они такие очень скромные были, они служили беспризорным детям, и они сказали, что им надо, чтобы кто-то на машине отвез продукты в лагерь для детей беспризорников, где-то там под Киевом было тогда. И я помню, мы со второго этажа бежали, и только сладом говорили, слушай, они согласятся, что у нас такая старая машина. А вдруг они не согласятся? И мы так переживали, но так боялись вот просто успеть, знаете. И мы прибежали, очереди там не было, сразу вам скажу, мы были единственные. Мы прибежали, хотя возле церкви были машины, и мы говорили, мы хотим, пожалуйста, у нас не очень хорошая машина, но можно мы вот этой машиной послужим? Они так обрадовались, оказывается, они уже два месяца выходили, говорили, что кто может послужить там? Но люди почему-то сидели, знаете. Я так счастлива была, когда мы нагрузили в эту машину так, что она пузом цепляла, в общем-то, за асфальт, если там особенно на ямке подпрыгнет, знаете, она так раз, чирк, пузом. Я думаю, господи, хоть бы они не передумали. Вот единственная мысль была. У нас не было ничего, вообще ничего, просто не было ничего. Мы получали тогда маленькую совсем зарплату, и я помню, когда мы собирались к этим детям-беспризорникам, мы подумали, что мы можем вообще? Мы открыли все шкафы, и давай, в общем-то, собирать с этих шкафов там варенье, там печенье. Ну, в общем, все, что могли найти, мы начали собирать. И в тот момент Бог чудесным образом вообще проявил свою любовь и заботу в одном маленьком незначимом случае. Нам иногда кажется, что некоторые вещи, которые мы можем делать, они очень незначимы и не имеют значения. Но послушайте, они могут быть невероятными. Когда-то за полгода до этой поездки Влад купил себе часы. Это были тогда, это 90-й год был, 98-й, может быть. Тогда он купил себе часы такие китайские, они такие, знаете, такие все светились, такие большие. Ну, в общем, я не знаю, просто бомба они сейчас такие. То есть они очень такие крутые были, но не свойственные ему. Он тогда ходил в костюме, пока Бог его не исправил. И эти часы, они постоянно ему мешали. И они все время выключались, и он абсолютно новые часы эти взял, снял и положил в мебель, то есть они там лежали. И когда мы собирались к этим детям ехать, мы открыли и вдруг увидели эти часы. Влад говорит, о, возьмем и часы заодно. Мы вместе с продуктами, со всеми, мы положили в багажник еще эти часы и поехали к детям. Машина была полная, ребята загрузили, много было, на самом деле в этой машине много было и служителей, которые посвятили вообще всю свою жизнь чужим детям. Это было совершенно потрясающе. И мы приехали туда. И знаете, как дети, особенно которые никогда не видели тепла, родители, особенно которые жили когда-то на улице и пережили насилие на улице, пережили голод, пережили отверженность, оставленность. Они, знаете, они особенно ценят многие вещи. И мы открыли багажник, и они начали набежать, и просто как такие вот муравьи, знаете, начали разносить. Это взяли, это взяли, это взяли. И тут один мальчик увидел часы эти и говорил, достал и говорит, о, это часы кота. И понес. Мы думаем, что за кого-то у них такой с часами ходит. Удивились мы. Но потом, как оказалось, у них был маленький мальчик. Он был по возрасту, ему, наверное, лет восемь было, наверное. Но он был очень маленького роста, он жил на улице. И потом его когда-то с улицы подобрали, он жил в детском доме в каком-то, и он подвергся насилию. Старшие мальчишки изнасиловали его. И он из-за этого не разговаривал. И только когда его, он опять убежал на улицу, его подобрали эти ребята. И своей любовью они немножко оттопили его. Знаете, он только начал говорить. И он такой маленький, всего боялся, но такой потрясающий мальчишка. Когда начался дождь, мы там кушали, я помню, за столом. И начался дождь, они взяли тарелки, вот представьте себе, и под стол залезли, и кушали там. То есть они не побежали в домик, они под стол залезли. То есть, ну, дети по-другому. Это дети другие. И на день рождения ему подарили часы точно такие же. Представьте себе. Ему подарили точно такие же часы. А нужно сказать, что, ну, тогда были разные часы. Это нельзя назвать совпадением, и мы не восприняли это как совпадение. Ему подарили эти часы, и он так их любил. Они там противоводные какие-то и так далее. И он купался в озере, и они у него расстегнулись, упали и утонули. Он так огорчился, он расстроился, и они все вместе молились. Накануне, за несколько дней они молились, чтобы Бог как каким-то сверхъестественным образом просто подарил, вернул ему часы. И представьте себе, ответ был приготовлен за полгода до того, как это все произошло. За полгода Господь уже, Он вне времени, Он уже приготовил ответ для этого маленького мальчика на его молитву. Представьте себе. Что для нас эти часы? Мы могли бы подумать о том, что да некогда нам. Некогда нам вести, там некогда нам, зачем нам брать каких-то людей к себе в дом, потому что, ну, у нас неудобно это, и как-то хлопотно, и перед людьми неудобно, ремонта у нас нет. А для кого-то это может сыграть, знаете, просто невероятную ключевую роль явив любовь Божью. Представьте себе. Я вспоминаю этого мальчика, прошло очень много лет. Я рассказываю сейчас, Влад до сих пор глаза, ну, слезы на глазах, потому что я вспоминаю, это невероятно было. Счастье в этих детских глазах и уверенность в том, что Бог его любит. В том, что Господь, Он никогда больше его не оставит. Никогда. И все это благодаря тому, что Божий ответ, что кто-то просто послужил каким-то маленьким ручейком и просто оценив где-то и откликнувшись на Божье доверие. Вы представляете себе, какое невероятное Божье доверие оказано каждому из нас, тогда, когда мы можем поклоняться Ему, тогда, когда Он что-то доверяет нам, когда Он доверяет потрясающий голос, и этот голос потрясающе славит Его. Тогда, когда, знаете, нам иногда кажется, что я просто там делаю чай, а в Божьих глазах ты просто делаешь чай для меня. Представь. И это чай, это тоже благословение для каждого. Вот просто представьте себе. Все то малое, что мы имеем сегодня, это невероятно, невероятное семя, которое принесет большой плод. Важно ценить и понимать, какое доверие оказано каждому из нас Богом. В этой притче, которую мы только что с вами читали, здесь написано о том, что каждому было дано разное количество таланта, ведь правда же. Но хозяин не пришел и не потребовал одинаковый результат. Бог никогда не потребует с нас то, чего у нас нет. Но он ожидает, что то, что у нас есть, оно обязательно послужит для Царства Божьего. Я благодарна Богу, что Господь дав мне какие-то дары и таланты, умножая где-то, где-то в моем сердце эти дары и таланты. Он дал мне смысл. Смысл для того, чтобы жить каждый день, для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы, просыпаясь утром, даже тогда, когда тяжело, собирать себя, прославляя Его с хвалой на устах, просто идти и послужить еще кому-то. Иногда самым большим искушением для человека бывает тот один талант или одно что-то маленькое, то, что в наших глазах является незначимым. Потому что мы думаем, ну, что это вообще? Как это может изменить ситуацию? Как это может повлиять на что-то? Как это может изменить жизнь, если я просто могу, я не знаю, пойти и помолиться за человека? Да может быть, он не захочет меня слушать. Но послушайте, вот это малое, что мы имеем, если мы его отвергаем, то мы отвергаем Божье доверие. Вы слышите меня? Если малое, что есть у нас, оно не служит Богу, тем самым мы отвергаем Божье доверие, оказанное нам, когда это малое было передано нам. Тогда, когда человек, он не хочет, он всегда найдет множество оправданий, как нашел этот человек. Тогда, когда мы пренебрегаем Божьим доверием, у нас всегда будет множество оправданий. Знаете, кто мой лучший адвокат? Знаете? Кто? Я. Самый лучший адвокат для меня – это я. Никто меня никогда не сможет так оправдать, как я себя оправдываю. У нас есть тысяча причин, на самом деле тысяча причин, почему не делать. Но, послушайте, есть хотя бы одна, но самая важная причина, почему я буду делать, несмотря ни на что. Мы можем искать причины, и часто причины, чтобы не делать, они находятся сами, ведь правда же? Но мы обязательно найдем смысл. Почему делать? Почему послужить этим самым малым, незначимым где-то в человеческих глазах, но невероятно ценимым в глазах Бога? Принцип Божий, он потрясающий, потому что наградой за хорошо исполненную работу является что? Что является наградой за хорошо исполненную работу в Царстве Божьем? Еще большая работа, ведь правда же? Здесь не написано о том, что хозяин сказал, что «О, так ты иди, расслабься, да? Ты классно сделала работу, теперь расслабляйся». В Царстве Божьем, если мы хорошо исполняем работу, если мы хорошо выносим горшки, я хорошо выносила горшки, я для этого шла. Знаете, просто когда мы только покаялись, для меня все равно было, что делать. И я знала, что в детское служение надо люди, вот, учителя нам объявили, надо учителя в детское служение. Думаю, ну ладно, пойду горшки выносить, может, учителя какого-то немножечко, ну, скажем так, разгружу, да, и он сможет учить. И я сказала, я пришла, помню, у меня Влад еще такой двигатель мной, я говорю, Влад, хочу идти в детское служение выносить горшки. Он говорит, ну пошли, я тебя отведу, а то ты еще там передумаешь по дороге. Он меня привел и говорит, вот вам надо человек выносить горшки. Вот, и я просто помню, я шла в детское служение выносить горшки, потому что для меня была честь выносить горшок, представьте себе. Потому что я же, это для кого делаю? Я делаю это для Господа, правда, служа этим детям, служа этим людям. Но я пришла, мне сказали, ой, нет, горшки выносить мы и сами умеем, давай будешь учителем. Я говорю, вы что, я только покаялась, я еще ничего не знаю. Они говорят, ничего, они взяли меня за руку, привели в самый старший класс, там, где были подростки, которые ногу на ногу, говорю, а ну удиви меня, да? И сказали, все, это ваш новый учитель, знаете, как, я просто помню, это наверное в фильме ужасов есть такая тема, я, я ваш новый, да, это ваш новый учитель, да, который вообще ничего не знает. И я ночами круглосуточно читала Библию для того, чтобы, какой из меня учитель? Ну, спасибо Богу, я за первый год прочитала всю Библию, прочитала комментарии, вы понимаете, для того, чтобы этим детям что-то принести, что-то дать, потому что я понимала это невероятное доверие. Через некоторое время мы стали лидерами детского служения, у нас было большущее детское служение, 200 деток у нас было, но знаете, что особую радость я испытывала тогда, когда я мыла пол там и выносила горшки, потому что я знала, что в этом служение Богу. Не в том, что ты находишься где-то на сцене, где-то на виду, где-то еще что-то делаешь, а когда это между тобой и Богом, и никто не знает. Мы совсем недавно въехали в здание, и я хотела совершенно, ну, мы в новое здание тоже, слава Богу, нас Бог благословил совершенно чудесным образом. И я просто помню, когда я прекрасно понимала, мы всей церковью собрались мыть, там все убирать, потому что после стройки, после реконструкции, и я говорю, я беру на себя туалеты. Ну, хорошо, то есть как бы у нас это неудивительно, да, то есть нормально, берешь туалеты, хорошо, и я думаю, я закрою двери и буду там мыть, и просто на самом деле прославлять Бога, потому что, ну, Бог видит мое сердце, я буду это делать с большой радостью. И знаете, я просто забила себе вот эту область, вот туалеты помыть, вот представьте себе. Вот, но там почему-то все время гости туда заходили, в туалет, а я там стою, вы знаете, и там, и знаете, там вот эти новые технологии, которые, вот, как называется, квадрокоптер, да, квадрокоптером тоже залетали, чтобы, ну, вот там везде смотрели, как мыли, и там хронологию составляли, да, и в мой туалет тоже так раз залетело, и, в общем-то, я там стояла тоже в позе в одной, ну, знаете, для женщин привычная поза, да, ну, когда они моют или еще что-то делают, вот, но знаете, не важно, что делать, главное, что мы делаем, как делаем, с каким сердцем, для Бога, правда? Это невероятно. Господь нам так много доверяет. В Царстве Божьем делать хоть что-то, это почетно, это круто, это здорово. Здорово стоять на дверях, когда, представьте себе, человек приходит в церковь, а ты имеешь честь его первого встретить для того, чтобы передать благословение от Господа этому человеку. И проблема только становится в том, когда Бог доверяет нам, и когда Бог нас призывает, а мы, а мы думаем, вау, это что, больше никому не надо. Кто-то думал так, кроме меня? Есть кто-то, кто так думал? Когда, когда ты думаешь, что мне больше всех надо, а Бог говорит тебе прямо сейчас, да, тебе больше всех надо, потому что я тебе доверяю. Знаешь, Павлу было что-то открыто особенное, тогда, когда он говорил, благодарю Бога, да, который признал меня верным, определим на служение. Представьте себе, определим на служение. В Библии есть еще одна притча, которая очень похожа, кажется, похожа на первую, но на самом деле там есть в ней определенные отличия. Я сейчас вам ее прочитаю. Это Луки, 19 глава, с 11 стиха. Вы помните первое, о первом доверии, о котором мы говорили, это доверие чего? Доверие талантов, ресурсов, да? Бог доверяет нам ресурсы, таланты, способности, возможности, чтобы мы правильно ими распорядились для Царства Божьего. Вы запомнили это? Сейчас мы прочитаем еще одну притчу, которая очень похожа на первую, но на самом деле она была рассказана в другое время, и у нее есть особенности. Это Луки, 19 глава, с 11 стиха. Когда же они слушали это, превосокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал некоторый человек, высокого рода, отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить себе Царство, и возвратиться, призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив Царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел, пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал этому, и ты будь напятьюд городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, что не клал и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебро моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью. И сказал предстоящим, возьмите у него мину, дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, у него есть десять мин, сказывая вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Нет, врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Как бы похожая притча, и как бы говорит, нам кажется, скажем так, о том же, но на самом деле здесь есть отличие. Эта притча была рассказана Иисусом по дороге из Иерихона в Иерусалим. Это перед тем уже, когда следовало ему, ну, это уже последняя стадия было его служения, тогда, когда уже был виден крест, тогда, когда это было накануне распятия непосредственно, и опять Иисус начинает говорить о доверии. Представьте себе, насколько важно было для сердца Иисуса, если он опять начинает говорить о доверии. И он рассказывает некую притчу. И в этой притче слугам, рабам было дано каждому одинаковое количество мин. И мин – это малая, совсем малая такая вот единица, ну, мера расчета, да, денежная мера, которая была совсем мала, а тем более, скажем, по отношению к той награде, которую получили эти люди, управление целыми городами. И здесь написано, опять же, о рабе, о рабе, о человеке. Я не понимаю, как правильно склонить это слово сейчас. Так вот, это было сказано о человеке, который пренебрег этим доверием. Знаете, возможно, когда Иисус говорил это, Он говорил невозможно, а, как говорят и утверждают богословы, Он говорил это по отношению к людям, которые были как бы призваны для того, чтобы услышать, для того, чтобы принять Сына Божьего, для того, чтобы услышать Евангелие, для того, чтобы услышать весть Божью и распространить ее дальше, но которые пренебрегли этим, которые не приняли, которые его отвергли. То Евангелие и то послание, которое принес Иисус Христос на эту землю, впервые явив Бога здесь, на земле, явив Бога, показав Бога, написано в Библии, Он был пренебрегши людьми, которые были призваны, Дом Израилев, да, Он был призван для того, чтобы принять этих людей, Его принять и распространить эту весть дальше. Но нашлись другие люди, которые этим не пренебрегли. Каждому из нас доверено, кроме наших талантов, кроме наших способностей, которые могут послужить, кроме наших ресурсов, кроме наших знакомств и всего прочего, что есть у нас, каждому из нас доверено Слово Божие и весть Божья, которую мы имеем. И опять раб, Он находит в себе оправдание, почему это слово не распространять. Знаете, для каждого из нас было дано только одно поручение. Представьте себе, Иисус перед тем, как возноситься, когда человек умирает, или когда человек уходит, или уезжает, Он напоследок говорит что? Он говорит обычно все самое главное, ведь правда же? Иисус перед Своим Вознесением, Он говорил самое главное, и Он дал каждому из нас и никогда больше не отменял одно поручение. И это поручение «Расскажите благую весть, идите и научите, да? Идите и научите», сказал Иисус Христос. Я понимаю, что время от времени у нас возникает разное оправдание. И мы можем подумать, да нет, я слишком молод, я слишком стар, я слишком, не знаю, я не езжу на машине, я езжу только на машине, я не хожу в магазины, я не встречаю людей, а мне как-то с людьми неудобно. Но послушайте, каждого человека, которого Бог приводит в нашу жизнь, Он приводит с какой-то целью. Каждому человеку мы можем сказать и засвидетельствовать об Иисусе. Самое лучшее свидетельство об Иисусе – это вообще наша жизнь. Наша жизнь, она говорит громче всего. Вы замечали это? Наша жизнь говорит громче всего. Тогда, когда мы не только устами исповедуем, но когда мы и живем, когда мы реагируем. Наша реакция, она приобретает людей. Наша жизнь приобретает людей для Царства Божьего. Знаете, в нашей жизни было много всяких евангелизаций, ну, личных, тогда, когда мы свидетельствовали об Иисусе. У нас были экстремальные такие. Я помню, что в моей жизни было такое вот свидетельство об Иисусе, которое на самом деле изменило меня. Не тех людей, я не думаю, что тех людей, которые были тогда, это было где-то в самом начале моего служения. И у нас были, мы устраивали тогда еще концерты, ну, приобретали, работали с молодежью, знаете. И тогда была такая христианская рок-музыка. Вы слышали такое? Ну, короче, если, да, если, ну, рок-музыка, это когда рычали, поняли? Если рычишь Иисус, то, значит, это христианская. Вы поняли, да? То есть, вот такая была музыка. Но, знаете, люди-то слышали, и все считали, что рок-это территория дьявола. Ну, мы думаем, нет, рок-пускай будет тоже территория Иисуса, хотя для меня, откровенно говоря, рок-это было что-то страшное. Вот. И, ну, я понимала, что для того, чтобы приобрести молодежь, мне нужно что? Но мне нужно, по крайней мере, понимать вообще, чем она жила тогда. И тогда люди слушали, вообще молодые люди, они слушали тяжелый рок. И я помню тогда, что я брала, покупала кассеты, я ставила в машине, и Влад мне спрашивал, что это вообще происходит? А там, ну, просто крики, рычание, музыка ужасная такая, знаете. Я Владу говорю, я привыкаю. Проходило немножко времени, минут пять, Влад говорит, ну что, привыкла, выключай. Хватит уже привыкать. Ну и вот мы устраивали рок-концерты. Это было большое испытание для меня, и это было большим испытанием для моего мужа. И, вы знаете, у нас были такие христианские группы, определенные пророки, там еще кто-то, ну, кто-то, может быть, помнит такие группы, кто когда-то слушал, да, водолечебница. Ну, в общем, название страшнее, чем сами группы, да. Так вот, у нас были тогда такие группы, и они были такие проверены. И однажды ко мне пришли ребята, одни баптисты. Они говорят, мы баптисты, очень скромные такие. Называлась она «Оппозиция». Эта группа говорит, мы баптисты. Я говорю, очень приятно. Наши названия «Оппозиция». Прикольное название, говорю. Они говорят, а можно мы у вас тоже на концерте попоем? Вот. Мы там рок-группа и все остальное. Но думаю, что от баптиста может быть опасного? То есть я как бы вообще даже не ожидала ничего такого. Но я согласилась, спросила у наших ребят. Говорю, слышали такую группу? Они говорят, слышали. Говорю, и как она? Ну, в смысле по популярности. Я говорю, неверующие придут. Я говорю, ну, хорошо. Когда перед началом концерта, в наше здание, там, где мы проводили этот концерт, на 600 человек, начали сбегаться с разных концов бритоголовые мужчины какие-то, ну, такие парни странного вида абсолютно, у которых бутылки торчали из разных карманов, у которых их на входе отбирали, я начала напрягаться, потому что я таких людей не видела. Я думаю, наверное, что-то, что-то в чем-то есть подвох, вы понимаете. Но меня успокоило то, что когда набился полный зал, впереди сидели такие пожилые женщины, бабулечки, такие замечательные, такие просто нежные, и прям под колонками сели тут. И я подошла к ним, и я говорю, что «Здравствуйте, будьте благословены!». Говорю, «А вы, может, вам удобнее будет пересесть, потому что здесь будет очень громко». Они говорят, «Нет, мы из Баптистской церкви, и мы пришли просто поддержать своих, помолиться здесь». Я говорю, «Вы уверены, что под колонкой будет удобно молиться?» Они говорят, «Да». Ну, я так понимаю, что они такие испытанные бабушки были, такие, знаете, молитвеницы, да? Вот, потому что самые, самые испытанные вообще, самые крутые бабушки — это молитвеницы, вы замечали? И самые крутые молитвеницы — это бабушки обычно, потому что они ценят и понимают, и они понимают вообще, что это значит. Ну, в общем, как бы эти бабушки, они немножечко мне помогли на самом деле расслабиться в этом плане. Ну, и когда три привычные группы там или две привычные группы отыграли, и вышла на сцену эта оппозиция, ну, в общем, вы поняли, да, с задних рядов, то есть вот эти вот бритоголовые мужчины, они были равнодушны ко всем группам, а когда вышла на сцену эта группа, они с задних рядов начали стекаться и по дороге раздеваться, ну, в смысле, снимать верхнюю одежду. У меня округлились глаза, и я поняла, что сейчас что-то будет на самом деле. Когда они начали играть, это было что-то, ну, я не знаю, если сказать тяжелое, это ничего не сказать, это было что-то невероятное, ну, в общем, ну, это был ужас, правда, это был ужас. Я думала, что я готова была ко всему, но на самом деле они рычали Иисус, конечно, вот, что придавало им христианственности, вы понимаете, да? Но кроме этого, мой муж служил в это время Богу тем, что он этих людей полуголых скидывал со сцены, вы поняли, да? Это было его служение Богу, он очень старался, знаете, он просто, ну, он не любит такую, не любил никогда такую музыку, но он служил Богу очень ответственно. То есть они лезли на сцену, он их сбрасывал. И у нас была традиция, что обычно, когда проходят такие концерты, одна из групп, она проводит молитву покаяния с этими людьми. И когда началась вот эта вот музыка, я пошла по группам, говорю, кто будет молитву покаяния с людьми читать? Я поняла, что я практически на грани смерти, потому что все сказали, нет, мы не будем. Это знаете, что значит? Не знаете? Это значит, что мне нужно выходить и это делать. Разбитые лбы у этих людей были, которые вот так делали, и так, и, я не знаю, они что-то делали, какие-то непонятные движения, представьте себе. И я уже посмелее человек, я уже смелый даже, можно сказать, человек. Я тогда была очень скромная женщина, точно так же на каблуках ходила. И вообще я всего боялась, и тем более сцены боялась, я всего боялась. И тут нужно было выйти перед этими мужчинами с разбитыми лбами, произнести молитву покаяния. Я раза три умерла за сценой, вы поняли, да, пока я вышла. Ну и, в общем-то, вдруг прерывается музыка резко так, раз, они так, и все, и остановилось, все. И представьте себе, эти ошалевшие люди. И тут я такая за сценой на каблуках такой, знаете, я думаю, что им показалось, что это сюрреализм какой-то, потому что я такая цок-цок-цок-цок-цок-цок по сцене. Я не помню вообще, что происходило там, и что тогда я испытывала. Но я помню, что это вышло такая, и дрожащим голосом я говорю, повторяйте все за мной. И они, ну, они повторили все за мной. Я не думаю, что они поняли вообще, что происходит на самом деле. Но они послушно, кровь течет, вы поняли, попоятся, раздетые, вот такие ушатанные какие-то, вообще в странном таком состоянии. Они повторили за мной молитву покаяния. Вот. И я точно так же, как пришла на сцену, я точно так же цок-цок-цок, я ушла за сцен. Вот. Я не знаю. Конечно, можно верить в сверхъестественную какую-то работу Божию, что он все-таки достучался до кого-то там из них. Но то, что мое сердце изменилось, знаете, это сто процентов. Я поняла, что то, что я никогда не смогла бы сделать для себя, я, наверное, смогла бы сделать для Иисуса. И что-то во мне изменилось. Я поняла, что, ну, что Бог будет давать благодать. И Бог будет давать, я не знаю, свою какую-то силу, свою какую-то веру особенно. И тогда, когда мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем для других людей, что-то внутри нас меняется. Вы понимаете? Тогда, когда мы справляемся с нашими страхами, с нашими переживаниями, когда мы перестаем бояться, что кто-то нас отвергнет или не примет, но когда мы начинаем говорить, что Иисус Христос мой Спаситель, который спас меня и оправдал, внутри нас что-то происходит. Однажды мы ехали, я помню, через Брянские леса тоже, тоже был такой случай. Мы ездили в Калугу, там служили на конференции детских служителей, и еще заехали в Москву, и оттуда возвращались на машине. Мы ехали втроем, Влад ехал на Жигулях, вот. Влад ехал я и еще один, ну, на другой, на Мазде, да? Вот, и еще там с нами был один парень, мы очень устали, мы так устали. Темно, представьте себе, Брянские леса, то есть такой бурелом, нет освещения. И нас останавливает по дороге, ну, ГАИ, полицейский, ну, я не знаю, как называлось тогда это, ну, полиция, да, останавливает нас, и нас просят, вы можете до границы подбросить нашего коллегу? Мы говорим, хорошо. Мы садим этого человека к себе в машину, он едет в машине. И, представьте, Брянские леса, темно, тихо играет поклонение, так, знаете, даже как-то мрачно играет поклонение, так, знаете, тихо в машине. В машине гробовая тишина, у нас просто нету, ну, нету сил даже разговаривать. И мы едем, такая полная тишина, этот человек напрягается сзади, вот, и вообще он такой напряженный. И тут Влад мой вдруг вспоминает, надо же человеку о Боге рассказать. И он хриплым голосом таким, в Брянских лесах, в темноте, он говорит, вы в Бога веруете? В тот момент этот человек точно уверовал, вы понимаете? Он дрожащим голосом сказал, да, ну, хорошо. Ну, в общем, вот такой у нас тоже была такая евангелизация, вы поняли? Он был счастлив, когда мы доехали до первых, остановились, он выскочил из машины. Мы спросили, Влад, а это вам здесь остановить или дальше завести? Он здесь, спасибо, и убежал, в общем. Такой весь уверовавший в Бога, вы понимаете? Наше дело открывать уста и говорить, потому что это нам доверено, да? Не искать себе оправданий. Не искать себе оправданий, что мы какие-то что-то не так или что-то не можем сказать. Главное говорить, куда бы мы ни попались, с кем бы мы ни пересеклись, кого бы мы ни встретили. Главное говорить о том, что Христос мой Спаситель, да? У меня есть надежда. Потому что самое важное, что мы имеем с вами, мы имеем надежду. Мы имеем мир в сердце, который, Библия говорит, превыше всякого разума. И обстоятельства, на которые никак не может подействовать. Представьте себе, ничего вроде бы внешне не изменилось, а внутри нас мы знаем, что Бог со своим ответом придет обязательно. Нам доверено таланты, способности, возможности, ресурсы. Нам доверено Евангелие, которое это одно из самых больших доверий вообще Господа для того, чтобы преумножать. И еще одно место из Писания, я постараюсь не задерживать, тоже прочитать сейчас вам. Это Евангелие от Матфея, 22 глава, 2 стих. Евангелие от Матфея, 22 глава, 2 стих. Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званых, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколотое, все готово, приходите на брачный пир. Но они пренебрегши, то пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же схватили рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о всем, царь разневался и послал войска свои, и истребил убийцу он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам своим, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во внешнюю, тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Вот такая вот еще одна история, которая описана в Слове Божьем, и которая многому нас учит. И еще история о доверии, о доверии открытыми дверями, открытыми для каждого из нас. Здесь написано, что хозяин, что царь приготовил пир. Он все приготовил, он заколол сельцов, он накрыл столы, и он позвал званых. Знаете, не всегда плохое то, что мешает нам откликнуться на призыв Божий. И самым большим искушением часто становятся очень хорошие вещи, тогда, когда мы остаемся глухие вообще к призову Божьему. Здесь написано, ведь неплохие вещи и важные по-настоящему, правда же? Кто-то на торг пошел, потому что это его работа и надо кормить семью. Кто-то женился и создают семью, и это тоже очень важно, на самом деле очень важно. Но знаете, есть что-то, что является самым важным и наиважнейшим. И самое главное, чтобы мы не дали важному украть наиважнейшее. Чтобы мы не дали ценному украсть самое ценное, что есть у нас. Это доверие Божие, это Божья жертва, это Божье царство, в котором для каждого из нас открыты двери. Так часто мы пренебрегаем, находясь в суете, находясь в каких-то своих переживаниях, в каких-то своих задачах, которые надо решать. И некому, кроме нас, решить. Но главное, как мы расставляем приоритеты в нашей жизни, не теоретически, а на самом деле. Потому что об истинных приоритетах говорит наша жизнь, ведь правда же? Мы все, каждый из нас, говорим о том, что Бог у нас на первом месте, правда? Ну, у нас по-другому не бывает, да? Мы так говорим. Но посмотрев на нашу жизнь, на то, куда мы тратим все свои усилия, свое сердце, свои переживания, что вызывает переживания, мы можем увидеть, что у нас на самом деле на первом месте стоит. Двери открыты. Мы приглашены с вами. Но знаете, на что еще хочу обратить внимание? Это на того человека, который вошел как бы в двери. Он как бы переступил порог. Он даже пришел на этот пир. Он вроде бы и принял приглашение. Но одежду-то не поменял. В традиции еврейских свадеб это была приготовленная одежда. Для каждого там была приготовленная одежда, где человек любой, с любым достатком, приходя на свадьбу, если у него не было своей свадебной одежды, он брал готовую и одевал на себя. И вопрос в том, захотела ли я, захотели ли мы одеть эту одежду. Одежду нужно надевать. Она не оденется автоматически. Мы знаем девушки, да? Платье нужно застегнуть. Иногда так. А гидрокостюмы вообще тяжело. Мы просто с аквалангами плаваем, а гидрокостюмы вообще надо натянуть на себя. И Божью одежду нужно приложить усилия, чтобы одеть. Но, знаете, нам важно не стать, как те женщины, которые откладывают у себя какие-то вещи, думая, вот я одену, когда похудею. Или вот я одену, когда потолстею. Да? То есть, ну, вот какие-то там, вот откладывают и берегут эту одежду. Бог приготовил для нас одежду праведности и одежду совершенно другой жизни, чем мы вели до того, как войти на брачный пир. Он приготовил, она подходит нам. Подходит нам уже сегодня. Потрясающе то, что Бог не человек. Этот человек говорит, ты изменись, и потом ко мне придешь, да? Вот ты сначала изменись. А Бог говорит, приди ко мне такой, какой ты есть, и моя любовь тебя изменит. Вот в чем разница. Но важно нам, понимая, это невероятный подарок, дар, доверие, Божье доверие, спасение, которое мы приобрели в дар, ценить его каждый день. Распрощавшись с прошлым, со старым, отвернувшись и начав новый путь с ним. Спасибо Богу за бесконечное количество шансов от него. Тогда, когда он терпит нас в этом брачном, на этом брачном пиру. Тогда, когда мы еще что-то сняли, что-то переодели, что-то не переодели, еще что-то для себя, любимых оставили. Но спасибо Богу, что есть шанс каждый день для того, чтобы раскаяться перед Ним, для того, чтобы поблагодарить за невероятное Его доверие, проявленное так во многом, в том, что доверено нам эти дары, таланты, возможности, способности, в том Слове Божьем, которое мы имеем каждый день и иногда не ценим, что мы имеем, в том спасении, которое мы получили в дар. Я хотела бы, чтобы мы сейчас молились, находясь перед Ним, просто закрыв глаза. Пусть наше сердце, оно будет открыто и пусть сам Господь, Он поможет нам оценить это доверие так во многом. Пусть это будет ценным, потому что только то, что ценно нам, нам удается сохранить. А то, что мы не ценим и чем пренебрегаем, мы теряем. Иногда так поздно оценив, как многое мы потеряли в нашей жизни, только потому, что не ценили. Может быть, отношения, может быть, любовь, чью-то, чью-то поддержку, потому что не ценили. Боже мой, помоги нам не совершать этих ошибок впредь, а тем более ценить то, что Ты даешь нам. Господи, я хочу сейчас молиться за тех людей, которые, может быть, понимают, что пора бы одежду поменять для того, чтобы остаться вместе с Ним. Оставить все прошлое там, позади. Мы нуждаемся в помощи Господа для того, чтобы осознать все то, что мы делали не так, и чтобы сам Бог помог обратиться от всего этого начи в новую жизнь. Господь, я молю Тебя за каждого человека, кто хотел бы оставить в прошлом весь этот груз, груз греха, снять с себя эти оковы, которые сковывали много лет, выпростить из своей жизни то, что скрывали, и то, что нужно было где-то скрывать, и это не давало свободы, но принять от Господа ту свободу, которую Он дает в Духе Святом. Тогда, когда ты на распашку перед Богом, перед людьми, и когда ты не боишься, что кто-то тебя изранит, или что-то такое произойдет, потому что ты знаешь, что Бог простил тебе все, Бог исцелил, Бог благословил, и сама эта Божья любовь, она помогает нам учиться любить по-настоящему и принимать по-настоящему. Господи, так нуждаемся в Тебе каждый день, каждый шаг, каждое мгновение, каждый вздох, Господь, нуждаемся в Тебе. Нуждаемся, когда хорошо, и когда плохо. Нуждаемся, когда в силах, и когда сил вообще не осталось. Господи, прийди в жизнь каждого из нас своим тихим прикосновением, своей мощной волной, своей силой, верой. Господь, мы так нуждаемся в Тебе. Пусть наше сердце, оно никогда не забывает Твои благодеяния, Твоей милости, Твоей любви. И, проходя пустыни, Господи, дай нам видеть Тебя. Дай нам опереться на Тебя. Господи, я так хочу оправдать Твое доверие. Я так хочу не подвести Тебя. Господи, но я ничего не могу. Возьми меня из пользы, как Ты можешь и как Ты хочешь. Убери всякий страх. Страх, что я не справлюсь. Боже мой, Ты знаешь мое сердце. И Ты знаешь сердце каждого из нас. Ты знаешь, кто мы есть внутри. гораздо лучше, чем мы знаем себя. И спасибо Тебе, что Ты продолжаешь нам доверять. Тогда, когда мы бы сами себе, наверное, не доверили бы. Спасибо Тебе за Твое доверие, за весь путь, который мы проходим и который у нас меняет. Боже мой, я молюсь сейчас за каждую женщину, каждого мужчину, находящегося в этом зале и каждого, кто смотрит нас онлайн. И я прошу, Господь, во имя Иисуса Христа, прикоснись к каждому сердцу. Принеси свои ответы, принеси надежду, принеси уверенность. Пусть сердца наполнит мир Божий, который не зависит от обстоятельств, тогда, когда, может быть, и все вокруг не так уж хорошо, а внутри нас есть мир, потому что мы в руках Божьих. Пусть каждый из нас, он снова и снова переживает, что Иисус любит нас и доверяет нам. Самое ценное. Самое ценное, это человек для него, он пришел и умирал сюда не ради проекта, не ради цели, не ради карьеры, он пришел и умер за каждого из нас и за каждого, кто сидит рядом с нами. Спасибо тебе, Господь, что ты призвал каждого из нас, друг для друга и что мы призваны стать благословением друг для друга. Во имя Иисуса. Я прошу вас сейчас, повернитесь, рядом с вами сидит какой-то человек, помолитесь за него. Просто начните молиться друг за друга, потому что мы ответ. Мы ответ. нам кажется, что вот если бы кто-то помолился, какой-то там помазанник или еще кто-то, да, а я хочу вам сказать, что на самом деле мы являемся благословением друг для друга. Пусть никто не останется сейчас без вашего внимания. И помните, что вопрос-то не в том, кто молится, а вопрос, что делает Бог. Субтитры сделал DimaTorzok